Девушки отдыхают Говорить о том, как можно написать свой кастомный инвершн в контрол фреймворк или как минимум попытаться. Многие посчитают, что это какая-то сумасшедшая идея или ненужная. Есть очень много фреймворков, уже которые это делают. Я для начала расскажу, почему же это все-таки имеет смысл иногда делать, но для начала немного обо мне. Я приехал к вам из Казахстана, из города Караганда. Кто-нибудь знает, где находится этот город? В Казахстане, отлично. Это правда, вы угадали. Но есть такая проблема, что многие думают, что этот город не существует. А есть всего лишь пословица, где-где в Караганде. Нет, это неправда. Есть там люди, и я тому живое подтверждение. Также о себе скажу, что я считаю себя фанатом XP-инженерных практик. Я их очень люблю и стараюсь применять в своей работе. И сегодня вы сможете это лицезреть, сможете это увидеть. И, конечно, я очень люблю Java как платформу. Для меня это страсть. И именно по этой причине я сегодня стою перед вами и буду рассказывать что-то из моих давнешних поделок. Уже озвучивал я эту в некоторой степени проблему. Вы знаете, сейчас идут два доклада параллельно со мной. На одном выступает Николай Алименков, на другом рассказывает про Spring 5. И поэтому у меня сложилось такое ощущение, что это я справа, уровень спикеров. А слева это Коля Алименков и остальные профи, которые уже выступают не в первый раз. Но ничего страшного, идем вперед и я расскажу, как же вообще пришла эта идея. Это мысль попробовать написать какую-то свою вариацию Inversion of Control фреймворка. Есть три вещи, которые должен сделать каждый разработчик в своей жизни. Это придумать свой язык программирования. Это сделать свою игру. И третье, попробовать написать свой кастомный фреймворк. Вполне вероятно, один из десятка существующих, из сотни существующих. Но при этом вы добьетесь примерно следующей цели. Вы сможете разобраться с тем, как оно работает внутри. Попытаетесь понять, какие же есть паттерны под капотом. И не обязательно ваш фреймворк станет популярным, известным, как Spring или Juice. Но будет полезным точно для вас. Я хотел изначально использовать один формат. Предполагал, что буду прямо здесь писать код, писать тесты. И вы будете это все лицезреть. Но я не уложился в 45 минут, поэтому писать код я не буду. Я буду показывать лишь заготовки. И в самом конце у нас будут следующие вещи. Во-первых, у нас будет регистрация наших бинов. У нас будет автоматический поиск. У нас будет инъекция. И если успеем, мы попробуем что-то сделать со скоупами. У тех, у кого есть ноутбуки или желание посмотреть вместе со мной, двигаться вместе со мной по коду, то можете скачать с гитхаба. Все выложено. Пожалуйста, пользуйтесь. Теперь небольшая история Dependency Injection, так как это фреймворк и нужно… Да. Я пока начну рассказывать про историю Dependency Injection и почему это очень нужно для нашего фреймворка, так как мы будем все-таки объяснять необходимость всего действия. Начнем с истории. Все началось с того, что давным-давно мы создавали огромное количество деревьев, объектов. Делали мы это вручную. Это было неудобно. И лично мне напоминает это следующую картину. Когда вы приходите к себе домой, заходите в комнату, у вас бардак. Вы начинаете доставать брюки. За брюками идет кофта, за ними идет еще что-то, носки и все остальное. И как-то нужно бороться с этим бардаком. Как варианты решения. Это использование фабрик, это абстрактные фабрики, это factory method, это статические фабрики. Есть еще вариация в виде сервис-локатора, но для меня это всего лишь один из подтипов фабрики. Поэтому я ее не выделяю в какой-то отдельный тип. Но в целом для меня фабрики это всего лишь попытка спрятать вот этот мусор, который накопился из одного места в другое. Когда приходят гости, мы берем весь мусор, спрячем это в шкаф. Вроде бы все красиво, чисто. Открываем шкаф, там все те же самые проблемы. Именно по этой причине появился другой подход, альтернатива, который называется голливудский принцип. Я не буду рассказывать про него, не буду говорить все детали. Я надеюсь, что люди имеют опыт работы со Spring и с Juice, поэтому мы идем вперед. И быстрый экскурс по Inversion of Control и основные отличия от Dependence Injection. Во-первых, это не только Dependence Injection. Если мы настраиваем какой-то таймер, который должен запуститься в определенное время и выполнить какое-то действие, это тоже Inversion of Control. Мы ничего сами не запускаем, за нас это делает какой-то третий компонент. Запуск автоматических тестов — это тоже Inversion of Control, так как мы отдаем все, скажем так, уровни ответственности третьему компоненту. Если это Spock — это спутник раннер, если G-unit — это G-unit раннер. И он уже сам запускает тесты, запускает их в нужном порядке, запускает с нужными параметрами. Мы ничего не делаем сами. Касательно Dependency Injection, как самого популярного варианта использования Inversion of Control, у нас есть Dependent Client, где нужны наши зависимости, есть зависимость 1, есть зависимость 2, и появляется еще один дополнительный компонент Injector. Как вы думаете, что это за игрок? Любые варианты, посмелее. Да, да. И сегодня фактически мы будем видеть очень много раз это название Injector в нашем коде, поэтому будьте готовы. Injector как раз-таки тот магический компонент, который берет все зависимости, готовит их, и готовит нам уже готовый компонент. Быстрый экскурс по тому, как Injector появился и как он расположен в известных фреймворках Juicy Spring. Кто использует Juice? Поднимите руки на своих проектах. Два человека. Наверное, вы с Android, я подозреваю. Нет, хорошо. У кого Spring? Отлично. Так что быстро посмотрим на то, как оно реализовано в Juicy. Есть Injector ярко выраженный. У нас есть байдинги, в которых мы настраиваем то, как мы регистрируем наши бины. Есть возможность задать скоп, использовать провайдеры. Достаточно простая картинка. И вопрос к вам. Тут все очевидно. Есть Injector. Но если мы говорим про Spring, где здесь у нас Injector? Все верно. Спасибо за ответ. Не знаю, как хорошо видно, но наверху у нас Bean Factory. Дальше идут расширения Application Context, XML Bean Factory. И у Application Context есть уже конкретные имплементации. По сути, все это является Injector с точки зрения паттернов. Dependency Injection. Хватит говорить. Хватит болтать. Я думаю, что все пришли посмотреть, как пишется код. Но чуть-чуть остановимся. Для начала нужно определиться, как мы будем определять метаданные в нашем проекте. Я выбирал между аннотациями, выбирал между XML, Groovy Config, Java Config и решил остановиться на аннотациях. Егор, скорее всего, это не одобрит, но мы сделаем, несмотря на чужое мнение, на другое мнение. У нас также есть заранее подготовленная структура проекта. У нас есть аннотации. У нас есть тестовые кейсы, базовая структура. И, конечно, идея. Идея сделать свой кастомный Inversion of Control Framework. Сейчас я перейду в свою IDE, перейду обязательно в режим презентации и покажу, что же у нас было подготовлено. У нас подготовлены аннотации, такие как G-Component, Component Type, Key, Prototype. Он называется по-другому. У нас есть базовая структура наших классов, есть структура тестов и тестовые данные, которые мы будем применять в каждом отдельном тест-кейсе. Я возвращаюсь в презентацию и быстро вспоминаем, кто такой инжектор еще раз. Это компонент, который берет и строит нам наши деревья с зависимостями. Тут простой пример. Я обязательно вернусь к наболевшей теме, к ланчу в своих примерах, к обеду. И мы еще об этом поговорим. Но тут все просто. У нас есть помидоры, и помидоры нужны для супа. Инжектор их поставляет. Есть еще одно ошибочное мнение, что в приложении существует только один инжектор. И живет он ровно столько же, сколько живет само приложение. Это два заблуждения. Во-первых, инжекторов может быть энное количество. Их может быть хоть сто, хоть двести, хоть миллион. И жить они могут ровно столько, сколько им нужно, сколько им необходимо. У них нет ограничений. Но, как правило, всегда есть инжектор, который живет от начала до конца. И мы это привыкли видеть в наших приложениях со Spring и с Juice. Переходим уже к стадии кодинга, точнее к ее подготовке. И первое, что нам нужно сделать, это научить наш фреймворк регистрировать бины. Те, кто работал с Juice, я неспроста это спросил, наверняка увидите очень много похожих вещей. Я открываю свою UDE, открываю список коммитов и перехожу на первые изменения, которые были сделаны мной. Открываем bins registration test. Будет лучше, наверное, если я его открою. Именно здесь. И разбираем, что мы здесь пытаемся протестировать. Во-первых, мы создаем dependencies config, после этого мы вызываем метод register, в который мы передаем класс нашего бина, который мы хотим увидеть в нашем контексте. Создаем инжектор и передаем ему вот эти конфигурации, вот эти настройки. Далее мы пытаемся считать данный бин и простым assert z проверяем, что он как минимум не know. Я открою класс training. Он очень простой, нет никаких аннотаций. Это ручная регистрация, которая есть в частности в Juice. И чтобы вас не обманывать, я запущу данный тест, и мы посмотрим, что он проходит. Отлично. Он работает, и нам теперь достаточно разобрать, как же работает регистрация. Открываем метод register. Все начинается с простого, с элементарного. У нас есть простой список, где мы храним наши объекты, наши бины. И что делает register? Он получает класс, создает по нему instance с помощью метода new instance, и добавляет всего лишь навсего список. Вопрос к вам. Как вы думаете, какой здесь будет скоп? Наших бинов. Мы к этому еще вернемся, но я думаю, что кто-то уже догадался. Нет, у нас будет singleton, так как бины будут жить ровно столько же, сколько живет сам инжектор. И есть еще метод find instance, задача которого пройтись по списку данных бинов и найти тот, который нам подходит, используя фильтр по type. Думаю, что все просто, и это был первый шаг написания данного фреймворка. Я открываю следующий коммит, и здесь вещи куда более интересные. Смотрим, какие у нас есть изменения. Открываем снова наш тест, bin registration test, и здесь видим новый тест-кейс. В данном тест-кейсе мы делаем следующее. Мы создаем bin и говорим, хорошо, зарегистрируй мой bin, но зарегистрируй его с определенным ключом. Это можно увидеть в методе AS, то есть мы регистрируем тренинг как презентацию. И, конечно, вызываем метод complete, я к этому вернусь. И чтобы проверить, что оно все действительно работает, мы достаем наш тренинг уже по ключу presentation. Запускаем данный тест, я покажу, что он действительно работает. Он зеленый, и я даже покажу, что он может стать красным, если мы воспользуемся неверным ключом. И сделаем так. Допускаю снова свой тест, и мы видим, что он не прошел. Я возвращаюсь в исходное состояние и разбираем, что же у нас поменялось в нашем фреймворке. Будет проще, если я открою сравнение. Первое, что мы сделали, мы вместо списка стали использовать мапу. Так как у нас появился ключ, мы должны его как-то идентифицировать. Каждый наш bin в нашем контексте. Дальше изменения в методе register. Так как мы хотим делать это все в цепочке, использовать pattern builder, мы возвращаем новый класс registration. В него передаем объект instance нашего bin. И предлагаю взглянуть, как же выглядит метод registration. У него всего лишь два поля. Это instance и type. Инстанс передается в конструкторе. А тип мы можем передать вызов в цепочке метод s. И, конечно, как в любом классическом билдере, мы вызываем метод complete. Также у нас поменялся API для простой регистрации. Тоже мы просим наших пользователей вызывать метод complete. Идем в презентацию. И как вы думаете, что нам нужно поменять, чтобы регистрировать наши bin и ныне как классы, а как уже объекты, передавать объекты в наш фреймворк. Насколько большие изменения нужно сделать? Хорошо, не буду вас томить. Открою список коммитов. И данный коммит показывает, что же мы поменяли. Как апологет test first и test driven development, конечно, я написал сначала тест, в котором мы создаем объект training. Я, наверное, открою сам тест. И здесь есть небольшая ошибка. Я проверяю, что он null value, но лучше проверить, что он точно такой же, как мы и передали. Мы создаем объект класса training, регистрируем его и проверяем, что каждый раз, получая данный bin, мы получаем именно тот объект, который мы и передали в самом начале. Запускаем тест. Я хочу вам показать, что оно действительно работает. Тест зеленый. И смотрим изменения, которые есть в нашем dependencies config. Появился всего лишь новый method register, который принимает теперь не класс, а уже объект. И дальше просто пользуемся темой API, который у нас был. Как сторонник того, что мы не должны ничего сломать, я запускаю все тесты вместе и проверяю, что они все зеленые. Отлично. Мы можем двигаться дальше. Я возвращаюсь в презентацию. И следующий наш шаг — это автоматическая регистрация наших бинов. Будем использовать очень простой рецепт. У нас есть bin. У нас есть метаданные. В результате мы получаем то, что будет жить в нашем контейнере. И, конечно, live demo. Открываем автосерч. Здесь должны начаться вещи более интересные и уже более похожие на то, что мы видим, как правило, в современных фреймворках. Появился новый тест. Называется bins автосерч тест. Класс. И в нем есть тест, который проверяет, что если мы в нашем конфиге передаем какой-то конкретный путь, в нашем случае это автосерч, то все бины по данному пути, все классы по данному пути будут зарегистрированы как бины в нашем контексте. Я запущу данный тест и после этого покажу наш класс спонсор. В целом вся тематика примеров будет крутиться вокруг java.e.conf. И я думаю, что они будут вам о чем-то напоминать. Открываем нашего спонсора и видим основное отличие от предыдущих примеров, что появилась аннотация java.conf.component. Тем самым мы объявляем и говорим контейнеру, хорошо, ты можешь зарегистрировать этот класс, если у тебя включен автосерч. Я могу в частности убрать данную аннотацию и мы запустим тест и посмотрим, что оно действительно не работает. Нет. Действительно, тест не прошел и нам нужно посмотреть, какие же изменения были сделаны, чтобы все это заработало. Основные изменения. Это появился конструктор dependencies config, который принимает параметр pass и дальше идет вызов метода load bins by автосерч. Я скажу честно, я не стал мудрить с класс пасом, не стал мудрить с классами, с класс лоудерами. Я просто воспользовался библиотекой, которая называется fast class pass scanner. И данная библиотека делает следующие вещи. Она сканирует данный класс пас и с помощью метода getName of class with annotation мы можем получить все классы, у которых есть данная аннотация. Далее превращаем все это в stream, трансформируем в классы с помощью метода load class и дальше просто для каждого из этих классов вызываем регистрацию. В целом все, больше ничего не поменялось. Так работает автоматический поиск. Если тут есть какие-то вопросы, то можно именно сейчас на них ответить. Хорошо. Следующий коммит плюс один тест. Точно так же, как и с ручной регистрацией, я хочу регистрировать наши бины не только по типу, который есть у класса, но и по определенному ключу. Открываем наш класс visitor. В нашем случае это интерфейс. И смотрим, что у него есть одна реализация, это спикер. На нем также висит аннотация jconf component и в аннотации component type мы указываем. Хорошо, зарегистрируем в моем контексте его не как спикера, а как visitor. Открываем снова тест. И давайте вместе с вами его запустим. Он прошел, и я его сломаю, чтобы вы мне поверили, что он действительно не работает. Найдем спикера, поключу не спикер, а точнее поключу спикера, а не поключу visitor. Запускаем снова и видим, что наш тест не прошел. Какие изменения нам пришлось сделать в нашем небольшом фреймворке, чтобы оно все заработало? Они примерно следующего характера. При регистрации нашего бина нам нужно считать данную аннотацию jconf component type. Если она присутствует, то мы вызываем метод as в нашем registration object и говорим. Хорошо, сделай регистрацию моего объекта, но ключом должен быть тот тип, указанный в аннотации. И завершаем это вызовом метода complete. Как вы видите, все очень просто, ничего суперсложного. И дальше более интересные вещи, такие как инъекция. Рано или поздно любой Inversion of Control Dependency Injection фреймворк должен прийти к тому, что должны быть инъекции. Все-таки в названии есть Injection, и надо это сделать. Именно сейчас мы это и сделаем. И между классическими вариантами Dependency Injection, это конструктор и метод Injection, я выбрал конструктор, мы не берем никакую экзотику. Есть Interface Injection, есть Decorator Injection, есть еще популярный Field Injection. Без этого мы возьмем самый простой вариант с конструктором. Открываем наш следующий коммит. И смотрим наш новый тест. Beans Injection Test. Его суть очень простая. Мы создаем по аналогии конфиг. Я увеличу немного шрифт. Создаем инжектор и пытаемся получить организатора. Пример тоже связан с jconv конференцией. Как вы думаете, насколько легко одному человеку все это организовать? Организатор в нашем случае это XP Injection. Нереально. Нужен как минимум один человек, который будет помогать, на которого можно будет что-то делегировать. В нашем случае это ассистент. Смотрим оба класса. Открываем сначала органайзера. Видим, что есть зависимость ассистент, которая передается через конструктор. И появилась еще одна наша кастомная аннотация, которая называется автосерч. И, конечно, есть гетер, чтобы мы могли проверить это в тесте. Я открываю снова тест, запускаю его. Видим, что все проходит. И следующая вещь, которую я делаю, я убираю с конструктора данную аннотацию автосерч. Запускаю снова тест, чтобы вы мне еще раз поверили, что все действительно работает. Возвращаю в исходное состояние и смотрим основные изменения, которые были сделаны здесь. Поменялся метод loadbinsbiteofsearch, который мы разбили на два метода. Первый подгружает все классы, у которых есть только дефолтный конструктор без параметров. А второй метод уже подгружает те классы, у которых есть один конструктор и там есть параметры. Мы взяли очень-очень простой сценарий. Я еще расскажу про более сложный. И если есть желание, если есть мотивация, вы можете сами поэкспериментировать с помощью тестов и добавить это в свою реализацию фреймворка. Первый метод делает очень простые вещи. Он фильтрует те конструкторы, которые без параметров с помощью метода filter. Далее мы вызываем уже известный нам метод registerbin. Ничего не поменялось, но во втором случае loadbinsbiteofsearch есть изменения. Для начала мы проверили, что количество параметров в конструкторе больше нуля. Мы проверили, что есть аннотация autosearch. И с помощью нового метода registerbinwithdependencies мы делаем следующие вещи. Мы получаем данный конструктор, получаем массив типов параметров, бежим по этим параметрам, запоминаем их в каком-то другом массиве, находим каждый инстанс в нашем контексте, потому что он уже должен быть зарегистрирован, данный bin. И создаем наш bin с помощью метода loadobjectwithparams. Он достаточно простой. Мы у конструктора вызываем метод newinstance и передаем все параметры, которые мы нашли. В целом все. У меня вопрос к вам. Как вы думаете, что произошло бы с моим фреймворком, если бы у нас был один bin без зависимостей, второй bin, который имеет зависимость на первый bin, и третий bin, который зависит от первого и от второго bina? Все верно. Все зависит от того, как они стали бы подгружаться. И я решал эту проблему тоже с помощью тестов, написал тесты. Там достаточно просто отсортировать все классы по алгоритму, что сначала мы берем те, которые ни на кого не зависят, ни от кого не зависят, и дальше те, которые имеют зависимость уже на подгруженные классы. То есть это тоже решается, но в силу того, что у меня всего лишь 45 минут, это не было включено. И вопрос. Если бы мне нужно было инжектовать больше, чем одну зависимость, заработал ли бы мой фреймворк? Да, он бы заработал, оно бы прошло, но как апологе от test-driven development, я бы сначала написал тест, если надо, его удалил, если надо, оставил. Но мы идем вперед. Сейчас мы поговорим про идентификаторы, и это следующий шаг в нашем фреймворке. На текущий момент мы использовали очень простой тип идентификатора, идентификация по типу. Здесь проведено несколько примеров, но я не хочу на них заострять внимание. Вопрос. Что бы произошло, если бы у нас было два бина, у которых один и тот же тип? И мы просим наш фреймворк заинжектать его в другой бин. Наверное, проблема. И я подготовил для этого тест. Надеюсь, что пример будет более интересным. Я делаю check-out revision. И у нас есть следующая вещь. Открываем наш тест-кейс. Beans injection test. И последний пример примерно такой. У нас есть пакет lunch-обед. Мы пытаемся найти обед в нашем фреймворке, в нашем контейнере. Проверяем, что он не null. И следующий шаг. Мы хотим убедиться в том, что первое блюдо — это борщ. Просто потому, что это очень хороший, вкусный суп, и нам не нужны никакие другие. Как же выглядят все эти классы? Я открываю lunch. У него есть зависимость на стартер. Стартер — это интерфейс, у которого есть всего лишь две реализации. Это борщ и томатный суп. И на двоих, на двух классах висит аннотация component type, который мы указываем. Хорошо, ключом будет именно стартер, данный интерфейс. Я запускаю снова данный тест. И посмотрим, что же произошло. К большому сожалению, первым блюдом у нас получился не борщ, а томатный суп. Как вы думаете, почему произошла такая проблема? Сначала подгрузился борщ, добавился в мапу, потом подгрузился томатный суп, так как ключ один и тот же, он просто его перетер, и поэтому у нас каждый раз будет именно томатный суп. Как решить данную проблему? Для тех, кто работал с очень старыми версиями Spring и те, кто в целом приветствует XML, а не аннотации, то вам должен быть знаком следующий тип ключей. Он называется строковый идентификатор. И немного работы с вами, с аудиторией. Я бы хотел позадавать вопросы. Если бы у вас было два бина, первый по типу 3-сет, второй по типу хэш-сет, как бы вы их идентифицировали в вашей XML или, может быть, в аннотациях. Я привел несколько вариантов. Первый вариант 1-сет и 2-сет. Как вы думаете, насколько он хорош? Отвратительно. Он нам ни о чем не говорит. Есть второй вариант 3-сет и хэш-сет. А, я уже показал, извиняюсь. Чуть-чуть лучше. Чуть-чуть лучше. Ой, что-то я тороплюсь. Есть вариант binary 3-сет и хэштейбл-сет. Они более приятные. Они рассказывают о деталях реализации. И когда ты инжектоваешь, указываешь этот индишник, ты можешь примерно предположить. Хорошо, да, мне будет передан сет, внутри которого алгоритм binary 3. И есть один из самых таких рекомендуемых вариантов, когда мы используем группировки. У нас есть группа set, и дальше мы с помощью точки и словом за данной точкой указываем, что хорошо. Это какая-то конкретная реализация. Несколько примеров. В частности, как бы это выглядело в Spring. И какой-то другой пример. У нас, если бы было оружие, несколько видов катана мы идентифицировали бы как weapons katana, мачете выглядел бы именно так, и так далее, и так далее. Подойдет ли нам данный ключ для решения предыдущей проблемы? Он подойдет, но хотелось бы при этом не терять все плюсы и все возможности ключа по типу. Поэтому мы здесь воспользуемся другой магией. Это комбинированный ключ. Мы будем использовать два ключа. Это тип и строковый идентификатор. И несколько примеров. Тип оружия, идентификатор катана, тип оружия, идентификатор мачете, тренинг, идентификатор dependency injection, и какой-то тренинг по типу бла-бла-бла. У него идентификатор более странный. И теперь смотрим, что же у нас поменялось в нашем фреймворке, как мы стали использовать данные ключи. Я делаю check-out ревизии. Смотрим для начала, что же поменялось в нашем классе launch. Теперь мы просим не просто какой-то стартер, мы хотим сказать, хорошо, дай мне, пожалуйста, конкретный, мне нужен самый лучший суп на свете. Следующее действие — это добавление идентификаторов на наши классы. Борщ у нас помечен идентификатором the best soup, и томатный суп у нас помечен в той же самой аннотации, но идентификатор хорошо, это очень простой суп. Я открываю данный тест снова. Можно его даже запустить. И посмотрим, что же произошло. Он стал проходить. Основные изменения, которые мы сделали в нашем фреймворке, следующего характера. Мы поменяли регистрацию наших бинов в методе complete нашего registration. Здесь в конструкторе, когда у нас создается наш билдер, мы считываем данную аннотацию ки. Если она присутствует на нашем классе, то мы берем значение, указанное там, и регистрируем наш бин уже с помощью нового типа ключа, который называется identity. В нем всего лишь два поля — type и key. И конструктор. Нужно ли что-то еще нам, чтобы это заработало? Что? Да, к скопу мы придем, но сейчас все-таки мы используем мапу и какие-то коллекции, поэтому переопределить equals и хэшкод тоже не мешало бы. Я воспользовался автогенерацией с помощью гуавы. Об этом, наверное, нет смысла сейчас говорить. Но регистрация идет следующим образом. Мы создаем объект identity, передаем ему тип, передаем ключ, и после, когда уже подгружаем бины с зависимостями, мы делаем следующие вещи. Изменения здесь. Мы считываем из конструктора аннотацию ки, а вернее с параметра. Если она присутствует, хорошо, для нас это сигнал, что нужно искать не только по типу параметра, но еще по ключу. Что мы как раз-таки будем делать? В методе findInstance. Открываем findInstance, и здесь простой поиск по мапе. Мы сначала находим наш identity, и уже после получаем наш ключ. Идем дальше. Я, наверное, вернусь снова в IDE, и покажу, что данный тест мы точно так же можем сломать. Какие есть предложения, как можно сломать данный тест? Переименовать что? Хорошо, мы укажем не the best sub, а просто какой-то sub. Запускаем снова. Видим, что наш элемент не был найден, соответственно, наш фреймворк в том или ином виде работает. Возвращаемся в исходное состояние. И следующая стадия нашего фреймворка — это работа со скопами. Небольшой экскурс в теорию. Вспоминаем, что все синглтоны живут ровно столько же, сколько же живет сам инжектор. Есть еще второй тип бинов — это прототайп, и они живут ровно столько, сколько им нужно. У нас уже есть синглтоны, мы ими пользуемся. Они будут ровно те же каждый раз, когда мы получаем наш бин. И небольшой такой нюанс. Мы используем именно синглтон скоуп, а не синглтон паттерн, так как основное отличие, если это синглтон скоуп, он живет ровно столько же, сколько живет инжектор, а синглтон паттерн столько, сколько живет gvm. Нам сейчас нужно сделать прототайп. И наш следующий тест-кейс как раз-таки это и покажет. Я открываю список коммитов, открываю наш последний коммит, делаю check-out, открываем наш тест, bins prototype test. И здесь все очень просто. Мы создаем конфиг, мы создаем инжектор, мы получаем первую версию прототайпа, получаем вторую. И с помощью Humcrest и G-Unit делаем проверку, что это два разных абсолютных объекта. Посмотрим на наш класс prototype. Он по аналогии помечен аннотацией jconf component. На нем есть еще аннотация forever not alone. Я просто не знал, как еще их отличать. На мой взгляд, это достаточно неплохая аннотация для примера. Запускаем наш тест. Смотрим, что он действительно работает. Он зеленый, и нам нужно посмотреть основные изменения, которые были сделаны нами. Если мы поменяли тип ключа на identity, здесь нам нужно еще помнить, это прототип или singleton. Поэтому значение в нашей карте будет новым классом, который называется implementation. Посмотрим, как же он выглядит. Выглядит он следующим образом. Очень простой. Хранит всего лишь два поля. Инстанс и имплементация класса, который мы зарегистрировали. Если у нас это singleton, то instance будет не null, а imple class будет null. Если это прототайп, то все полностью наоборот. И смотрим на регистрацию. Здесь мы делаем следующие вещи. При регистрации bina мы считываем аннотацию forever not alone. Если она не null, то мы запоминаем. Хорошо, это прототип. И при регистрации это учти. Что и делается в регистрации? У нас добавляется объект класса импл, в котором сохранен только импл класс. И, соответственно, в поиске уже нашего объекта мы находим ключ, получаем его значение. И далее, если instance не равен null, тогда мы его возвращаем. Это singleton. Если же все-таки он null, нам это намек и подсказка, это прототайп. Пожалуйста, каждый раз создавай новый класс. Мы пользуемся уже существующим методом loadObject. В целом все. Это то, что нужно было сделать, чтобы добавить прототайп в наш небольшой фреймворк. Есть он с параметрами, да. Я сейчас обязательно к этому вернусь. Можно на самом деле этот фреймворк расширять и расширять, добавлять что-то новое. Но, как я сказал в самом начале, я не преследовал цель сделать альтернативу Spring or Reduce. Задача была просто поэкспериментировать и превратить это в test-driven development drills. Я являюсь фанатом и ката, и drills. И, в частности, это хороший пример, как можно практиковать test first. Будем ли добавлять новые какие-то фичи? К примеру, можно решить проблему циклических зависимостей. Когда есть bin1, есть bin2, первый зависит от второго, второй зависит от первого. Как это решать? Spring умеет с этим справляться, juice тоже умеет с этим справляться. Есть паттерны, которые лежат внутри этой прокси, это куча-куча разных вещей. Но я лишь понял, хорошо, я как минимум понимаю, какие лежат паттерны. И если я хочу проверить какую-то еще дополнительную фишку с какого-то известного фреймворка, я напишу test и обязательно это проверю. Но создавать еще одного монстра в мире dependency injection в Java я не собираюсь. И ряд рекомендаций от меня. Я уже сказал, что идея эта возникла после прочтения книги Dependency Injection. Честно скажу, что с ней не сравнится ни одна другая книга ни по juice, ни по Spring. Она рассказывает именно то, как она работает под капотом. И все, что я сейчас сделал, это было просто выполнение каких-то заданий, которые появились у меня в голове после прочтения каждой главы. Обязательно посмотрите, как работает juice фреймворк. Если вы работаете со Spring, это очень замечательно. Но есть альтернатива, есть juice, есть world фреймворк, может быть даже и GB, если кому-то это интересно. На самом деле все это существует очень долго. Кто знаком с Pico-контейнером? Хорошо, и как этот фреймворк? Да, я согласен, но просто разница между мной и этим чуваком, это, насколько я помню, да, Мартин Фаулер и я, но в целом идеи точно такие же. Pico-контейнер является шаблонным примером Dependency Injection и Inversion of Control в мире Java. И с того времени, как его написали, он на самом деле не менялся. Spring растет, появляются новые какие-то вещи, но Pico-контейнер как-то заморозился и остался в том же самом состоянии. Сколько у меня еще есть времени? Пять минут? Отлично. Мы даже успели на серию вопросов и ответов. Я готов ответить на любые ваши вопросы. Это не был какой-то рок-н-сайенс. Это просто посыл, что нужно, во-первых, писать тесты, во-вторых, не нужно бояться делать свои фреймворки. Это помогает разобраться с паттернами и в целом какие-то новые навыки себе привить. Спасибо. А не планировал… Так, раз-раз. А не планировал ли ты заюзать этот фреймворк в каком-то коммерческом проекте? Честно скажу, в коммерческом проекте, наверное, это будет очень рискованно в силу того, что есть очень много вещей, которые здесь не покрыты. Я этот фреймворк использую в каких-то своих внутренних проектах, которые я выкладываю на GitHub, которыми пользуюсь так ради интереса или чтобы проверить что-то новое. Но смысла однозначно нет. Очень большие риски. Окей, спасибо. А тогда еще такой вопрос. А не проводил ли ты сравнение уже с существующими фреймворками? И, может быть, есть какие-то части, которые работают более оптимально у тебя, чем у существующих? Нет, я такого тоже не делал. И не вижу в этом смысла никакого. Есть большие гиганты. Это Pivotal с их Spring фреймворком. Есть Google с их Juice. Работают огромные команды. И даже если мы напишем что-то очень похожее, это будет всего лишь под копирку. Если появятся новые идеи или какие-то новые подходы, которые можно применить в этом фреймворке, почему бы и нет? Спасибо. Спасибо за доклад. Ну, я вот так смотрю на Google. Они придумали такую штуку, как Dagger 2. И как бы он сейчас используется. Не знаю, как в большой Java, но в Android он популярнее. Но много чем Juice. Не думал, что annotation processing и создание зависимости на этапе компиляции это оптимальное, чем рефлексия на этапе рантайма. Да, я должен сказать, что какое-то время я был Android-разработчиком. Может быть, 3 или 4 года назад. И тогда были очень популярные фреймворки. Это RoboJuice, который использовал рантайм. И был альтернативный фреймворк, который назывался Android Annotations. И там как раз таки все решалось на этапе компиляции. Может быть, да, но я хотел сделать что-то похожее как раз таки на Juice. Поэтому все, что мы увидели, оно в рантайме. С точки зрения вашего вопроса, да, будет эффективнее. Я согласен. Здравствуйте. Спасибо, в общем, за доклад. Было интересно. Вы сказали, что можно иметь очень много инжекторов во время жизненного цикла приложения. И вот было бы интересно услышать, какой use case для большого количества инжекторов. И как вы видите это просто с точки зрения реальной интерпрайса. Сейчас, в принципе, инжектор один. Если там application context так или иначе создается, как минимум один. И он живет, по сути, столько, сколько живет в GVM. Ну, то есть, может, какие-то есть примеры того, как можно иметь много инжекторов. Если вспоминать что-то из интерпрайс-разработки, из веб-разработки, я наверняка не вспомню. Но когда мы делали проект под Android, у нас было два инжектора. И задача была просто изолировать одни бины от других и не мешать огромное количество, две кучи, так как одна часть использовалась в одном месте, другая использовалась в другом. И подгружать большой контекст каждый раз, хотя нужна половина, просто не было смысла. Как-то так. А вы видите вообще use case, когда инжектор живет, то есть какую-то часть приложения, ну, то есть какую-то часть времени приложения потом умирает, а потом заново оживает. То есть как вот на примере у вас было, что… Нет, я не вижу, да. Просто откуда тогда этот пример? Ну, не совсем понятно, да? Это не пример, это просто, скажем так, уточнение того, что необязательно он живет ровно столько же, сколько живет приложение. Можно его закрыть в любой момент, можно его уничтожить в любой момент, можно создать тогда, когда надо. Это всего лишь гибкость и на усмотрение команды и разработчиков. Спасибо. Просто думаю, может в Dependency Injection книжке как раз описаны такие примеры. Нет. Такого примера там, насколько я помню, точно нет. Книжку эту в первый раз я прочитал 6 лет назад и примеры, все, которые я сейчас показал, тоже сделал сразу после прочтения. Просто сейчас так получилось, что случайно подал доклад, большой список и выбрали именно эту тематику. В самом конце я бы хотел сказать, что для меня большая честь выступать на Java.conf и представлять Казахстан. У многих есть странное заблуждение о том, какое IT в Казахстане. Я надеюсь, что со временем мы это все дело развеем. И хочется верить, что мы встретимся с вами еще на Java Day Kyiv. У меня запланирован еще один мой фреймворк, который я хочу показать. Его нет пока на GitHub, но его суть — это известный архитектурный паттерн, набирающий обороты, event sourcing. Может быть, если все получится, то мы поговорим еще об одной кастомной реализации. Всем большое спасибо. Было приятно с вами пообщаться.